Уже можно видеть, что отсюда открывается просто шикарный вид. Конечно, жалко, что мы не попали сюда днём, потому что, наверное, тоже вид очень крутой. Эли туннеля тоже есть. Вряд ли. Скорее под улицей какой-то. Очень смешно сейчас торговались с таксистом по поводу цены. Едем по дуннелю. Правда, сейчас спутники отключились, поэтому мы не знаем, где мы едем, но я надеюсь, что нас привезут туда, куда надо. Ну что, может, еще и здесь пробку ставим? Ну вот и здесь мы встали в пробку, даже в туннеле. Человек на лошади там, о, сколько. Люди по дороге ходят. Все, я говорю, я не перестаю удивляться. Здесь, здесь надо побывать, вот, ребята, сто процентов. Здесь нужно побывать. Мы мали сейчас такси. По дороге пока ехали, спрашивали, как вы вообще получаете права и кто вам дает документы? Есть ли какие-то школы специальные? Значит, нам водитель сказал, ну, школы, я не знаю, меня папа учил, я потом своего сына буду учить. То есть, ну, как-то так и учимся. Там заплатили, там, сто фунтов, сдали два экзамена и у тебя, в принципе, есть права. С 19 лет сказал, можно водить. Вот, то есть, очень просто здесь все получается. Собственно, это объясняет, почему все водят, ну, машины абы как. Плюс еще интересная была ситуация. Взяли такси, начинаем торговаться, спрашиваем, сколько стоит. Он говорит, ну, где-то 30. Мы говорим, нет, 30 много, давай 15. Он говорит, нет, 15, нет, давай, там, не знаю, 25. Мы говорим, давай 20 и 100 белорусских рублей. Вот. Ну, в итоге мы, наверное, минут 5, там, друг другу ссували, там, 100 рублей, 20, там, 15. Короче говоря, согласился, то есть, ну, даже не 5, а 10, наверное, мы стояли, торговались ли, но в итоге сторговались ли, за 20 фунтов и 100 белорусских рублей мы проехали 3 километра. Ну, я считаю, нормально. В общем-то, торг реально работает, тут очень забавно. Теперь идем гулять по даундауну, честно, где мы и находимся. Как вы думаете, что это такое? Ой, я дам подсказку. Ого, вот подсказка. Все-таки я в Каиле нашел синагогу. Единственный, я не знаю, единственный элемент, но вот просто случайно проезжали и увидели. Ну, вот тут тоже интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Какое-то заведение, в нем можно поесть кошари. Как-то случайно мы вот наткнулись, так что, я думаю, сейчас мы как раз это сделаем и попробуем. Ребят, я Dessal нашел. Всего вам привет. Ну, он сейчас летрак, по-моему. Ну что, Олег, идем к кошари есть. Вот такое вот заведение интересное. Кушари. Сейчас попробуем. Наконец-то мы дождались кушать. Значит, смотрим, что здесь есть. Я вижу макароны, причем разные. Макароны длинные, как спагетти, какие-то вроде короткие. Вижу рис, снизу рис. Сверху что-то похоже на сушеные яблоки, что ли, сушеные, я не знаю. И какой-то соус. А, еще, кстати, нам в самолете давали вот это. Я не знаю, это, наверное, какие-то бобовые. Вот, потом нам сказали, что вот это... Это... Можно нормально лить, если вы много? Но я попробую чуть-чуть. Вот, типа, вот это, оно очень острое. Его надо лить чуть-чуть. Я его сейчас сделаю вот так. Вот так. И перемешаем. И сейчас будем пробовать. Так, что она... Настал этот момент. Нет, слушай, довольно вкусно. Оно... Ну, оно... Понятно, что чувствуется рис, макароны, и там, и все такое. И, кстати, довольно острое. Ну, вообще-то вкусно, действительно. Немножко напоминает макароны по-флотски. Вот, по вкусу. Ну, будем есть. Приятного аппетита. Ну, вот мы покушали. Тут вот такие вот ребята. Супер. Молодцы. Ребят, помашнись рукой. Эй, молодцы, супер. Давай. Вот на такой вот позитивной ноте мы закончили кушать. Значит, тарелка кушария обошлась нам в 8 фунтов. Это что-то около 1 доллара. Немножко меньше даже. Нет, немножко больше. Вот, то есть... Ну, супер. Вообще, очень вкусно. Все приветливые, позитивные. С хорошим настроением двигаемся дальше. Олег, договаривайся. Так, а вот здесь вот какие-то такие вкусные штуки. Сказали, это что-то вроде батон, крем, мед, рулетик. Это что-то типа мед, масло и тоже батон. Ну, короче говоря, вкусно. Я думаю, надо что-нибудь, наверное, будет взять попробовать. Вот как я и говорил, что некоторые районы Каира очень напоминают Париж. Вот это вот здание, оно действительно очень сильно напоминает парижское здание. Ну, это не совсем. Вот, и вот это тоже. Блин, интересно тоже со всякими вот завитушечками какими-то интересными. В смысле? Всем остановились, как называется. Смотрите, какая площадь тоже классная. И светофор даже работает, что удивительно. Смотрите, какая площадь тоже классная. Обратите внимание, кстати, на размер бордюра. Это первый съезд, который я здесь увидел. Реально бордюры по высоте здесь, я не знаю, сантиметров, наверное, 40. Вот так вот выглядит площадь Тахрир вечером. Тоже все очень красиво, светится. Ну и вдалеке видняется Каинский музей. Ну вот как-то так сегодня прошел наш еще один день в Каире. Мы сейчас стоим на площади Тахрир, ждем Убера и будем уже двигаться в сторону.